Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Присоединяйтесь, кто впервые посетил наш канал и подписывайтесь на него. Сегодня я вам расскажу про лилии. Вы, конечно, про них много чего знаете, много чего выращиваете. Но я вам расскажу, на что обратить внимание. Такие отдельные моменты. Ну и, конечно, немножко коснусь размножения лилий, но это напоследок. Лилии, что они из себя представляют? Вот эти вот луковицы, которые там находятся, это, к вашему удивлению, будет укороченный побег. А чешуйки, которые образуют лилии, это и есть листики. Вот такие вот метаморфозы. Но это не влияет на цветение, то, как оно устроено. Но, тем не менее, мне кажется, любопытно знать. В этот период, когда цветут и уже начинают отцветать некоторые сорта и виды лилий, их огромное количество садовых групп, это и различные межвидовые гибриды, очень популярные последние лет 10, которые наполонили наш рынок. Это и азиатские, очень удачные и неприхотливые, американские, канадские, кавказские, белоснежные, ну и всякие, и всякие, и всякие другие, старые и новые. В этот период самое главное в уходе, это все, как обычно, рыхление. Лилии любят, чтобы почва была вокруг них рыхлой, не любят вытаптывания, не любят уплотнения. Это умеренные поливы, они не любят пересыхания и не любят переувлажнения, естественно, потому что у нее луковица, все луковичные не любят переувлажнения. Ну и подкормки. Но, что касается подкормок, если лилии были посажены на хорошо удобренную почву, если там она изначально была такая структурная и плодородная, то после предпосадочной подкормки можно 2-3 года их и не подкармливать. Единственное, вы можете внести для того, чтобы усилить различные процессы в почве и немножко приободрить сам рост лилии, то это можете внести костную муку. Ну, не совсем мука, потому что тут у меня припрятан рояль. Это вот такая вот стружка. Она содержит очень сбалансированное соотношение фосфора, калия и азота в умеренных количествах, ну и, собственно, органическое вещество. И высвобождение происходит постепенно, медленно и в очень хорошей, удобной для растения форме. Это не только для лилии, я рекомендую вот такой вот препарат. Затем, помните о том, что если почва ваша тяжелая, значит, надо ее немножко облегчить. То есть почва глинистая. Вносим перегной, вносим песок, если она в самом деле глинистая. Если она так себе суглинистая, то хватит внести перепревшего навоза. Ну, сколько внести на метр квадратный? Ну, килограмм это 5-6 на метр квадратный. А сколько это по объему? Ну, это почти ведро сухого, конечно, такого перепревшего навоза. Если почва, наоборот, вполне себе достаточно сформирована, то мы вносим при перекопке основное удобрение. Можно воспользоваться обычным комплексным удобрением, например, фертика, нитрофоска, азофоска. Это очень удобно. Там тоже хороший состав, не бойтесь этих вот таких официальных названий, которые как-то немножко так люди воспринимают в штыки. Помните еще о том, что не все лилии одинаковые при вроде бы внешнем сходстве между собой цветочках. Потому что некоторые виды приурочены к местам с кислой реакцией почвы, а другие приурочены к местам произрастания, изначально видовые лилии к более щелочной реакции. Например, между видовью и гибриды, то, что я говорила, очень популярные, очень красивые. Потом все эти вот ЛА, ОТ, ОА и всякие там эти аббревиатуры, азиатские, американские, восточные лилии, они предпочитают слабокислую реакцию почвенной среды. Не знаю, будете ли вы определять химическим методом, но можете хотя бы на своем участке присмотреться к растениям, которые являются индикаторами. Там это щебелек, хвощ, вот такое. Правда, тоже так себе индикатор. Но тем не менее. Значит, мы будем сюда вносить либо торф, торфокрошку какую-то, ну или можем внести компостом, чтобы немножко сделать более кислую реакцию среды. То, что касается лилий таких, как трубчатые, кавказские, лилия белоснежная, которая вот с таким вот необыкновенным ароматом, различные сорта на основе этой лилии белоснежной, они предпочитают слабощелочную реакцию почвы, когда они лучше произрастают и лучше проявляют свои сортовые качества. И тут уже придется нам внести, естественно, мел. То есть на метр квадратный мы можем внести, в зависимости от степени закисления, внести стакан, либо два мела, ну или какой-то доломитовой муки. Когда пересаживаем лилии, ну, как правило, весной, но можно и осенью, совершенно не переносит пересадки весной лилия белоснежная красавица, лилия канадская и лилия распространенная кудреватая. Там они будут обречены на гибель. Азиатские гибриды чем хороши, что их можно пересаживать всегда и даже в цветущем состоянии. Я думаю, что каждый из нас хоть раз, но приобретал вот такую вот азиатскую лилию с огромными цветами и сразу видишь, что берешь. Это очень удобно. Во время ботанизации мы, конечно, подкормим с преобладанием фосфора, либо просто чисто фосфорным каким-то удобрением. Ну, после цветения необходимо подкормить с преобладанием калия, можно снова же воспользоваться каким-то комплексным удобрением. Как я говорила, это и фертика хороши, там есть в этой линейке различные составы, нитрофоска, запоска. Ну и уход. Вот дальше мы рыхлим, поливаем, смотрим, ну и просто любуемся. А что касается размножения, то вернемся к размножению. Можем после цветения, спустя месяц, для моей территории, для Белоруссии, это будет, наверное, конец августа и до середины, до чисел 20 сентября, мы можем смело просаживать, размножать лилии. Самый простой способ – это когда мы подкапываем так званное гнездо, и в этом гнезде уже будет, кроме крупной основной материнской луковицы, будет много деток. Вот мы их и рассаживаем. Еще некоторые виды и сорта дают такие воздушные, сейчас я тут припасла, воздушные луковички детки, которые у меня с успехом осыпались, потому что они уже вызрели, а сидели они вот так вот в пазухах-листочках, и выглядят они вот так вот, как будто бы это семена горошка душистого. Их тоже высевают, правда, дожидаться цветения придется долго, но можно дождаться. Далее, можно размножать также маленькими луковичками детками, а можно добиться большого количества. Что мы делаем? Мы отделяем от луковицы вот эти наши чешуйки. Обрезать не следует, потому что если вы обрежете, то, скорее всего, произойдет загнивание. Вот такие вот чешуйки являются потенциально источником новых луковиц. Что мы дальше с ними сделаем? Обламываем, обламываем, столько, сколько нам надо. Те, которые пораженные чем-то или поврежденные, мы их не берем, так сказать, в работу. Затем мы возьмем пакет целый, не бэушный, наполним субстратом, влагоемким субстратом. Это может быть свагновый мох, это могут быть чистые опилки, перлит может быть, может все это вот там в смеси, друг с другом, как в каких-то соотношениях. Ну, увлажняем. Снова же увлажняем до такой степени, чтобы вот так вот жидкость оттуда уходила. Засыпаем туда... Я вам сейчас продемонстрирую. Правда, субстрата у меня нет. Засыпаем туда субстрат, засыпаем туда наши чешуйки, делаем... Что произошло? Надуваем. Стряхиваем, хорошенько перемешиваем. Можем туда добавить наши любимые препараты, например, которые содержат грибы баверии, либо никоризы, для того, чтобы предотвратить заболевание. Можно немножко протравить в марганцовке. И после этого помещаем этот пакетик при комнатной температуре, но желательно в темное место, потому что на свету этот процесс практически затормаживается, образование луковиц. Где-нибудь через месяц-полтора мы смотрим, даже чуть ранее, смотрим, достаем наши чешуйки, и там уже появятся, о чудо, маленькие луковички. Их тогда уже можно рассадить в какие-то горшочки. Ну и таким образом дальше доращивать. Если создать температуру где-нибудь градусов 25, то весь этот процесс ускорится, и уже через недели и три образуются маленькие новые луковички. Такой метод хорош тем, что он полностью сохраняет родительские свойства. Из бульбочек всякое может произойти, а вот то, что мы получаем из чешуек, то это будет абсолютно такой же материал, который мы взяли, так сказать, в работу. Пробуйте различные способы, какой вам удобнее, насколько вы терпеливы, и все у вас получится. И затем наслаждайтесь красотой ваших выбранных вами лилий. Не забывайте про почвенные условия, не забывайте про увлажнения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!